здравствуйте всем новое видео у нас и в этом видео хочу рассказать вам о том как я переезжал своего старого аквариума в новый старый аквариум был 320 литров чистой воды это система с нижним сампом новый аквариум уже после засыпки песка после укладки камней получилось ровно где-то 500-505 литров более точно не могу сказать как переезжали буду рассказывать по порядку и с датами буду рассказывать пусть это будет и для меня да и в принципе в плане дат можно будет понять как что в какой последовательности делать 2 07 мы засыпали соль на какой соли запускался это тоже морисоль риф на которой я содержал свой старый аквариум полностью устраивала и поэтому решил что новый аквариум будет содержаться тоже на ней же на 530 примерно 530 540 литров осмоса потребовалось залить первоначально и на засолку такого литража потребовалось два десяти килограммовых ведра и еще один килограмм мы досыпали из третьего засыпали соль второго июля и до 4 июля ждали смотрели как она перемешивается работала перемешивающая помпа мы ее направляли на дно четвертого числа померили соленость увидели то что соленость примерно где-то тридцать четыре чуть выше тридцати четырех досыпали еще один килограмм соли буквально вечером увидели то что соленость по рефрактометру показала ровно тридцать пять и соответственно в этот же самый день четвертого числа мы засыпали песок песок такой же как в маленьком аквариуме я у себя использовал мне он принципе очень нравится легко моется поэтому я его могу смело советовать действительно песок чистый очень даже неплохой фракция 1-2 миллиметра моя любимая фракция это не маленький песок нету совсем уж пыли и нету крупных песчинок которые в принципе тоже мне не сильно нравится четвертого числа засыпали песок и четвертого же числа включил пенник пенник включал для того чтобы все-таки какую-то такую микро взвесь которая от песка присутствовала чтобы он на себя забрал и могу сказать что однозначно да и на колбе и на стенках было достаточное количество вот этой вот взвесь и пенник он в принципе отработал на сто процентов вот ровно ту функцию которую я на него возлагал пятого числа установили декорацию из срк сами срк заказывал в рифоводе вымачивал мыл самого начала в водопроводе после этого в 35 процентной перекиси вот у вас на экранах как раз таки что делает перекись с срк которые вроде как выглядят чистенькими и уже две недели вымачивались в водопроводной воде перетесь она просто их разъедает я сторонник того что срк без купания в перетесь и вообще ни в коем случае нельзя использовать при запуске аквариума потому что эти камни вам очень сильно просто попортят жизнь так как они будут в очень больших объемах фонить там на протяжении года наверное они будут обрастать и на мой взгляд это негативно отразится на запуске 5 июля мы поставили уже декорацию вот ее самого начала склеили собрали она из четырех частей состоит и каждая из этих четырех частей она просто устанавливается друг на друга мне декорация в принципе очень понравилось классненько и ее поставили самый первый и в тот же самый день уже запустили первых двух рыб это был диакантус и хирург теннете как раз таки диакантус он до этого времени две недели уже во фраговике сидел и вот и была цель чтобы диакантус и новая рыба только что приехавшие из калипса они попали сразу в новый объем чтобы там обжились до того момента как уже старожилы из старого аквариума туда будут переноситься вот 5 июля мы первых двух этих рыбок запустили и до 7 июля они плавали там вдвоем изучали аквариум но больше держались около самой декорации как так по дисплею плавать в принципе боялись 7 числа мы пересадили перенесли первые пять килограммов камней из старого аквариума и поставили эти камни в противоположном углу от декорации почему так но во первых это самые большие камни которые у нас были в старом аквариуме ну и второй момент мне хотелось чтобы рыбы начали плавать вот как раз таки по всему дисплее чтобы они не были прижаты вот именно к одной его только части чтобы они могли спокойно плавать от одного угла до второго как раз таки и чувствовать себя и в одном и во втором углу в принципе в безопасности и могу сказать что ну вот эта вот идея она однозначно сработала буквально на следующий день уже было видно что рыбы плавают по всему дисплею если где-то что-то проходишь рядом как-то резко рукой дернул они не важно где они находятся они или в правый угол или в левый угол с декорацией прячутся и в принципе у них все хорошо все замечательно перенесли первые вот эти вот камни из основного аквариума старого и дали еще рыбам два дня чтобы они полностью окончательно уже освоили чтобы они начали кушать они уже почувствовали себя хозяевами 9 июля из маленького аквариума мы перенесли двух клоунов 2 хризептеры талбота всем советую обалденно красивые рыбки и они отлично однако такая хризептерка будет в миниках смотреться когда большой литраж в принципе можно и 2 и я думаю можно и стайку они не теряются в большом литраже выглядят красиво мне они очень нравятся и пересадили центропига акантопса которого не приняли центропиде в старом аквариуме забивали они его и по этой причине вынужденно он порядка трех месяцев жил в минике и как раз таки для того чтобы он действительно уже прижился в большом аквариуме мы его запустили самым первым это было 9 числа после того как запустили рыб начиная с 9 числа и по 11 начали плавно переносить камни и тут есть такой определенный момент который хочу проговорить ни в коем случае нельзя из старого аквариума в новый переносить полностью все камни оставляя рыбу просто в пустых стеклах почему потому что рыба от этого стрессует поэтому если вы берете грубо говоря пятую часть камней значит будьте добры и вот пятую часть рыб тоже уже переносите в новый аквариум по этой причине для чего это делается чтобы вы забираете укрытие которое есть в старом аквариуме у рыбы но в то же самое время вы и рыбу уже переносите в новый аквариум тем самым меньше стресса будет при переезде у рыбы которая еще пока что находится в старом аквариуме с меньшим количеством укрытий соответственно мы с 9 по 11 число переносили постепенно камни мы брали два-три камешка переносили в новый аквариум и одну тире две рыбки пересаживали уже в новую аквариум как пересаживали самые агрессивные рыбы самые крупные рыбы самые вот именно взрослые рыбы старожилы они остаются напоследок они последними заселяются в новый аквариум для чего это делается опять-таки точно также для того чтобы когда рыба попадет в новый аквариум уже новый стейп который уже будет не такой как был в предыдущем аквариуме чтобы новички чтобы рыбки поменьше они уже ну по крайней мере меньше стрессовали они знали куда можно спрятаться так как они уже какое-то время в этом аквариуме просидели а именно старожилы крупные рыбы либо же более агрессивная рыбы чтобы они действительно переезжали самыми последними и тем самым вот именно какая-то возможная агрессия она минимизируется и уже вот переехав перенеся полностью всех всех рыб я могу однозначно сказать что такой переезд такая стратегия переезда она однозначно работает потому что в предыдущем аквариуме когда я запустил третьего центропига контопса его просто ну вот начали убивать и почему мы его экстренно вылавливали потому что эта рыба уже если бы его не выловили его бы просто в большом аквариуме убили мы его выловили посадили в миник и соответственно в минике он благополучно жил около трех месяцев при этом когда полностью все рыбы тот же самый очень агрессивный центропиг бекалор та же самая зебросома скопес которая уже ну это рыба возрастом пять лет которая ну вот как я считаю бекалора говорю прошу прощения белогрудого хирурга который жил в аквариуме в один прекрасный момент она просто выгнала из камней и тогда вот где-то месяца за три до переезда уже в новый аквариум у меня в предыдущем аквариуме пошла вспышка крипта которая положила часть рыбы ну и вот для того чтобы вот эту возможную агрессию погасить тоже вот зебросома скопес все центропиге они переносились в самый последний момент и могу сказать что я не вижу в новом аквариуме вот именно какой-то действительно агрессии первые рыбы которые переехали они пусть даже меньше по размерам пусть они более спокойные но новые уже рыбы которые приехали ну переехали в этот аквариум буквально через три-четыре дня они уже не проявляют того уровня агрессии который был в принципе в предыдущем аквариуме по оборудованию что хочется также сказать как соответственно я его запускал про пенник я рассказал то что четвертого числа включили пенник когда засыпали песок также в системе реактор пелицев кто-то говорит что пелицы не надо на запуске включать ну а я все-таки сторонник того что пелицы есть смысл включать и как раз с помощью пелицев мы сможем в будущем уже контролировать те же самые нитраты фосфаты пелицы мы запустили 12 июля вот получается через десять дней после того как засыпали соли 12 июля у нас уже в новый аквариум переехали полностью все и рыбы и камни с кораллами которые были в предыдущем аквариуме ровно в этот же самый день включились пелицы самого начала засыпал 30 миллилитров на 100 литров соответственно 150 миллилитров пелицев и ориентировочно через 3-4 недели добавил еще те же самые 30 миллилитров на 100 литров сейчас в данный момент порядка 300 миллилитров пелицев в реакторе крутятся по параметрам которые я видел тесты я делал еженедельно по нитратам нитраты не поднимались за все время вот уже после переезда выше десяти единиц фосфаты после переноса рыбы буквально через неделю фосфаты поднялись до значения 0,246 и на данный момент вот раз в неделю я делаю тесты и вижу то что постепенно где-то вот на 0,03 и они опускаются и вот на данный момент буквально порядка там 5-6 дней назад делал тесты фосфаты я видел что у меня были 0,15 буквально вот завтра-послезавтра буду делать тесты сделаю предположение то что уровень фосфатов у меня уже на данный момент будет примерно где-то 0,12 наверное и вот примерно в вилке 0,1-0,15 и планирую как раз таки их поддерживать сейчас помпа в реакторе работает на 90% мощности планирую уменьшить ее мощность и как раз таки вот буду наблюдать скорее всего то что я должен увидеть именно снижение уровня фосфатов оно должно вот как-то уменьшится так как от скорости работы помпы по крайней мере почитав описание пелицев я понял что чем выше скорость тем более эффективно работают пелицы посмотрим ну как раз я тоже думаю в будущем расскажу по рыбам как говорил никаких вопросов нету со всеми рыбами все хорошо все замечательно по кораллам что скажу благо ни одного коралла не потерял да была какая-то боязнь делал предположение что какие-то кораллы могут стрессануть от переезда в новую воду но могу сказать что нет тьфу-тьфу-тьфу благо все кораллы которые были в старом аквариуме они переехали в новый и ни одной головы ни на одном из кораллов я не потерял по поводу того как вообще шло созревание что лил про бактерии стабилиси которые от сичем я часто рассказывал и при запуске тоже их использовал семь дней когда начал их заливать когда первые первая декорация вот первые сорка попали в аквариум соответственно с этого дня и и начал лить по инструкции сичем стабилити от сичем когда курс прошел я подождал неделю и уже еженедельно вношу бактерии микробактер 7 который тоже согласно по инструкции исходя из того уровня нитратов фосфатов которые у меня в системе есть как раз таки там указано сколько миллилитров необходимо вносить и по самому запуску все тьфу 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 прошло отлично примерно через две недели вот уже когда появились все рыбы в аквариуме я на песке увидел такой коричневатый налет и декорация из сорка она тоже стала коричневатой я подумал что вот сейчас пойдет скорее всего обрастание но могу сказать что нет песок буквально через два дня стал идеально белым никаких вопросов в принципе на песке я не увидел а то что касается декорации из сорка тоже никаких проблем нет даже не было никакого пушка она вот стала такой вот желтовато коричневатого цвета но на этом вот именно все обрастания на ней закончились именно поэтому я вот всегда советую вымачивайте сорка в перетисе чтобы не было действительно кос двух трех сантиметровых из нитки чтобы не было огромного количества зеленых коричневых водорослей поверьте время которое вы потратите на вымачивание сорка на подготовку сорка к засадке в аквариум оно просто вот в разы вам больше каких-то положительных эмоций принесет от уже запуска вашего морского аквариума вот в принципе получилось такое видео это как раз таки все что я хотел рассказать очень надеюсь то что действительно это видео кому-то окажется полезным у кого сейчас переезд планируется в аквариумах большего литража ну и был бы очень даже благодарен если кто-то вот действительно по такой же последовательности действий будет переезжать либо же может кто-то вот ровно точно так же и переезжал уже в новые аквариумы и есть вот какая-то обратная связь расскажите если в комментах как у вас проходил переезд ну буду очень даже благодарен ну и как всегда скажу что спасибо большое за то что посмотрели это видео надеюсь оно было интересно и действительно еще раз повторюсь что очень надеюсь то что оно кому-то будет полезным все всем удачи до встречи в следующих видео